По кругу стоят 10 стаканов, в которых непонятно, что набитое. Известно, что подряд 5 стаканов содержат воду, а 5 стаканов содержат сок. То есть картинка на самом деле вот такая. Но вы не знаете, в каком стакане что. Разрешено взять стакан, вскрыть его, поднять крышку, дырочку или что-то у вас есть, выпить. И вы тогда, разумеется, узнаете, что там было. Но вы хотите, чтобы осталось несколько стаканов, про которые вы точно знаете, что в них. Вопрос. Какое наименьшее количество нужно выпить, чтобы про остальные вы все знали? 5. 5 – это хорошо. 10 выпить еще лучше. Про остальные мы все будем знать. Вопрос, нельзя ли обойтись меньшими жертвами. Нет, когда вы выпили, считается, что это, что называется, зря. То есть вам поставили 10 стаканов, из них 5 с соком и 5 с водой, но не сказали, где что. Но сказали, что подряд идут 5 с соком, подряд идут 5 с водой. Требуется выпить наименьшее количество. Вопрос. Да. Подряд ли? Нет, нет, нет. Вот поверим. Березовый сок. Да. 3 надо выпить. 3 надо выпить. Как вы это будете делать? Да, как раз через 1 надо выпить. И, возможно, не получится. А, я знаю, как выпить. Да. Ну, кажется, надо выпить сначала вот боковые два. Что такое боковые? У вас неизвестные стаканы. То есть вы знаете, что на самом деле 5 подряд, но... Надо выпить через каждые 4. Не понимаю. Ну, 2 через каждые 4, а потом ниже не будет. Не понимаю. Сколько стаканов надо выпить, чтобы точно знать, что в оставшемся? За сколько вы точно умеете? За 5. За 5. За 4. Нет, давайте я сначала скажу, как за 5. Берем, вот по кругу есть 10 стаканов, берем, выпиваем 5 штук подряд. А потом еще лучше. Согласитесь, это полностью решает проблему. Да. Потому что если вы знаете, как выглядит 5 подряд, то вы про остальные 5 знаете. Значит, 5 достаточно. Можно ли ограничиться тем, что выпить 4 стакана? Я умею. Смотрите. Сначала выпим через 1, 3 стакана. После этого либо у вас будут боковые весы спадать, и тогда вы точно будете знать. Так, так, так. Либо они разные. Давайте посмотрим на картинку. Это интересная версия. Итак, у нас есть окружность. По окружности стоят... Интересно, как мне расставить 10 стаканов? 4 точки еще надо. 4 точки. Так. Так. И симметрично. Так вот, Коля предлагает выпить этот, этот и этот. Да? Моно считает, что бакалу... Итак, есть вариант. Мы получили одинаковое или мы получили разное. Да? Итак, давайте первый вариант. Представьте себе, что здесь сок и здесь сок. Тогда очевидно, что... Все просто. Тогда вот здесь везде сок. И тогда все встали... Ну, или если здесь вода, а здесь вода, то здесь везде вода. Ну, сколько вода... И мы даже сумели обойтись двумя стаканами. Отлично. Тогда другая ситуация. Пусть, например, здесь вода, здесь сок. Ну, ладно. Ну, когда выпиваем, тогда смотрим, что в среднем. Там Моно считает, что вода. Ну, вот, в третьем кружке. Моно считает, что вода. Нет, здесь вода. Тогда достаточно выпить стакан между водой и соком. Это и будет четвертый стакан. Тогда достаточно выпить вот этот стакан. И это будет четвертый. И все. Да. Выпили четыре стакана. Про остальные вы все знаете. Хорошо. А если три стакана? Нет, вы же не... Почему? Не хватит. Можно не хватит, а почему? Водовой фиксирует. Нет, блядь, я за вас. Я тоже считаю, что не хватит. То есть, я считаю, что в этой задаче ответ четыре. Да. Но одно дело я считаю, а другое дело мы задачу решили. Бывают ситуации, когда выпили два стакана и уже все определилось. Да? Это вот Коля сказал первый. Если... Но, да. Бывают ситуации, когда не определилось. Совершенно верно. Почему в общем случае недостаточно выпить три стакана? Потому что может попасть так, что... Да, да, да. Что... Ну, что ты не сможешь... Почему? ...побить сок и две воды. Что, что не случилось? Например, может попасть один сок и две воды. Как это просто объяснить? Ребята, смотрите. В такой вот задачах, конечно, есть в принципе способ перебирать все варианты. Ну, то есть, начинаем с того, что выбиваем один стакан. Можно, не ограничивая общность, считать, что это была вода. После этого мы выбираем один из стаканов по окружности. Ну, там, девять вариантов. Ну, может, конечно, поменьше чуть-чуть. И так далее, и так далее. Отбираем, но не хочется. Я хочу побыстрее. Ну, понятно, что они не рядом. Не хочется много пить. Понятно, что они не рядом. Что они не рядом? Три стакана не могут стоить рядом. Ну, Коля, еще раз. Ты сейчас начинаешь разбирать варианты, вот как мы берем эти три стакана. Число сочетаний из десяти по три, это тяжело разбирать. Кроме того, учти, что наша работа может зависеть от получаемых результатов. То есть, мы же не обязаны сразу указать три стакана, а мы можем вот так вот. Да. И что, с самым началом, мы берем эти полосы к стаканам? Нет. Я сейчас пытаюсь спросить вас, почему трех недостаточно? Почему трех стаканов недостаточно? Ребята, между тем, это стандартная идея, которую просто надо знать наизусть. Смотрите, сколько вариантов для расположения... Вот вы подходите, у вас ничего не известно, сколько, в принципе, вариантов, чтобы подряд было пять стаканов? Пять. Пять. Четыре. А на самом деле? Пять. Пять. Вот у вас есть как-то нужность. Мужники каких-то методов нет? Сколько? Сколькими способами можно поставить пять подряд, написать букву В и пять подряд букву ООС? Десятью. Десятью, конечно. Смотрите, вы либо с этого момента по числовой сделке пишите пять букв В, либо с этого, либо с этого. У вас есть вот эта граница, которая разделяет букв ВВ от букв ВС. Полчаса у вас идет дальше где-то пять букв ВВ, и потом идет где-то букв ВВС. И эта граница, это любое из десяти мест. Десять вариантов. А теперь смотрите, когда вы берете какой-то стакан и выпиваете, то что бывает? Всего восемь вариантов. Либо сок, либо вода, правильно? А значит, количество вариантов в лучшем случае делится пополам. Десять больше, чем два умножить на два умножить на два. Если вы вначале разбили варианты на две кучки, если вы вначале разбили варианты на две кучки, потом еще на две, и потом в каждом куче еще на две, вы получаете максимум восемь вариантов. Поняли идею? Да. Поняли. А восемь меньше, чем десять. Кстати, у этой задачи есть еще один. А представьте себе, что мы не можем указывать стаканы по очереди, а должны сразу указать, какие стаканы будем пить. Ситуация в магазине, да? Вы знаете, что там стоят подряд пять с водой, пять с соком, но вы не можете купить один, потом купить второй. Нет. Вы должны подойти, купить, отойти и все. И уже знать, что там осталось. Вот такая ситуация, да? Сколько в таком случае потребуется? Четыре. Четыре? А, то есть колен способ. Работает или не работает? Нет. Смотри, колен способ состоял в том, что вот этот покупает, этот и этот. И что еще? А тогда пять. Тогда пять. Итак, он нам сказал тогда так. Он нам сказал, что если они одинаковые, то все понятно, вот эти пять. Если они разные, покупаем между ними, да? Ну и смотришь. А вот дальше, к сожалению, у него способ зависит от того, что получается. То есть если вода, вода, сок, то он нам говорит покупать вот этот. Правильно? Да. А если будет здесь сок, то какой надо покупать? Верху. Что? Верху. То надо покупать вот этот. Надо купить пять. То есть, ребята, получается, что? Пять надо покупать. Что за четыре этот способ не дает. Надо пять. Отлично. А почему? Ну, потому что... То есть, ребята, пять купить достаточно. Все прекрасно понимают. Достаточно купить просто вот пять подряд. Да. А почему, если мы купили меньше, то может оказаться... Ну, вот мы разобрали варианты. Нет. Мы разобрали далеко не все варианты. Итак, повторяю задачу. Кто может внятно объяснить, почему в ситуации, когда мы сразу должны указать эти самые стаканы, почему в этой ситуации необходимо заказать пять штук? Почему нельзя ограничиться четырьмя? Да. Да. Если попадется четыре... Там, допустим, все четыре будут стакана вода, то тогда будет неясно, где стоит следующий. А почему будет неясно? Может быть, что и ясно. Да. Потому что могут... Ну, у нас же... Ну, если еще один стакан оставить неясно, где он будет стоять. Нет, смотрите, если мы заказали четыре стакана, вот так вот, и оказалось, что везде вода, то тогда ясно, что это тоже вода. А если заказать подряд, то тогда и не будет. А если подряд не будет. Да. Через один. Через один это вот так. Так. Так, да? Раз, два, три. Четыре. Раз, два, три. Слушайте, интересно. Что здесь будет? Вот если это разделительная линия между соком и водой здесь, тогда вода, 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 вода будет... Вот эти три, да? Разделительная линия сдвинулась, это показание сдвинулось. Разделительная линия сдвинулась сюда, мы дошли до этого места. Правильно? Разделительная линия сдвинулась сюда, это перешли. Сюда сдвинулась. Так, вот это интересный момент. Если у нас вода, 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 по-моему, а? Сейчас. У меня такой вопрос. Если вот, будет ли у вас отличие вот такой ситуации, вода, 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 по вашим показаниям, вот ситуация, когда вода сдвинулась на Ильинус, не будет? Нет, у вас неправильно. А в белом воде что? Да. Каждый выпитый стакан обозначено определяет противоположное. Но четырех-то не хватило? Потому что не хватило, я бы показал. Вот эти вот подряд пять воды, или вот эти подряд пять воды. Не отличаются? Да. Не отличаются. То есть, если бы вы сказали пять штук, то все бы получилось, да. Я показываю два примера. В одном случае вода на этих пяти листах, которые я бы показал, а в другом случае вода на вот этих вот пяти листах. Ваши эти места не отличили одну ситуацию от другой. Когда вы указали любые четыре места, вы на самом деле не указали одну пару противоположных вершин. А это совершенно здорово. Ведь смотрите, что у нас получается. У нас получается, что есть окружность, есть у нас окружность, и мы... Слушайте, а мы решили задачу. И мы решили выпить какие-то четыре стакана. Замечательно. Мы уже поняли, что тем самым фактически мы знаем про симметричное, поэтому симметричное можно не пить. И, значит, можно считать, что мы вот эти вот два противоположных стакана не пили. А пили подряд? Да, пили подряд. А если мы пили подряд, то дальше два варианта. Возможно, ситуация, что здесь вода везде подряд, а возможно, что вода начинается так. И они не отличимы по нашей ситуации. Отлично. Вы предлагаете выбрать какие? Первый, третий и пятый. Первый. Третий и пятый. Третий и пятый. Да. Проблема в том, что это то же самое, что у нас, только при этом на самом деле не выбранные стаканы. Это будут вот эти два. Про них вы ничего не знаете. И если вода начнется с этого места, или она начнется с этого места, то при помощи этих ваших стаканов вы ничего не выберете.